Дорогие друзья, инвесторы, партнеры и просто зрители новостного канала Skyway Capital, меня зовут Дарья и сейчас вы увидите 103 выпуск новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими событиями нам запомнилось в прошедшей неделе, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Все инвесторы и партнеры Skyway Capital всегда в курсе самых последних актуальных новостей проекта. Как? Все просто. Для этого мы организуем и проводим серию международных телемостов по нескольким регионам. Не прошло и года, как в Минск вернулся австралийский партнер Skyway Roadhook. Его последний визит на белорусскую землю, а точнее в офис Skyway состоялся еще в марте прошлого года. О целях его визита мы узнаем более подробно. Понятие криптовалюта и блокчейн у всех на слуху, однако не все понимают, что это и с чем это едят. Вместе с Сергеем Сибиряковым разберемся во всех тонкостях новых трендов. А теперь остановимся на этих событиях более подробно. Международные телемосты для каждого региона стали для наших партнеров уже привычным событием. На них все могут получить всю интересующую информацию о проекте Skyway и своем развитии в партнерстве со Skyway Capital. А именно, узнать о единой стратегии продвижения проекта, о новых шагах развития Skyway Capital, о ключевых событиях проекта в 2018 году, получить ответы на все интересующие вас вопросы. Среди спикеров таких телемостов члены правления Skyway Capital. Если вам интересно узнать больше о проекте и быть вооруженным самой свежей информацией о нем, то добро пожаловать на наши телемосты. Следите за расписанием в новостях на нашем сайте и в своем личном кабинете. Там же будут ссылки на участие в трансляции. Ближайшие международные телемосты состоятся уже совсем скоро. В марте прошлого года в сопровождении представителя Национального агентства Австралии по обеспечению безопасности железнодорожных перевозок минский офис Skyway посетил наш партнер Road Hook. Тогда главной целью его поездки было личное знакомство чиновника с технологией струнного транспорта Юницкого для прохождения сертификации технологии в Австралии. Затем последовал визит руководителей Skyway в Австралию, во время которого Анатолий Юницкий и Виктор Бабурин провели целый ряд важнейших переговоров и презентаций. Нынешняя встреча стала логичным продолжением плотного и плодотворного сотрудничества между Skyway и Skyway Transport Australia. На встрече гости Road Hook и Mary Wokop дали своеобразные отчеты своей деятельности за прошедшее время, рассказали о целях прибытия в головной офис и поделились планами на ближайшее будущее. Их подробное интервью на белорусской земле смотрите на нашем сайте. Вместе с Сергеем Сибиряковым, заведующим кафедрой макроэкономического прогнозирования Национального института Высшая школа управления, известным финансовым аналитиком и футурологом, мы попробовали разобраться в том, что такое блокчейн и криптовалюты и как они могут применяться в проекте Skyway. В нашей беседе Сергей Сибиряков поделился собственным взглядом на ближайшую перспективу развития рынка криптовалют, рассказал о современных методах защиты и передачи данных и подробно остановился на их применении в проекте Skyway. В частности, было отмечено, что развитие сети струнных дорог подразумевает под собой создание единой транспортно-информационной системы. В этой системе постоянно будет происходить передача огромных массивов данных, нуждающихся в защите и хранении. Именно в этом ключе использование блокчейн является наиболее перспективным. Данная технология не только обеспечивает необходимый уровень информационной защиты данных, но и может использоваться как платформа для создания собственной учетно-расчетной системы Skyway. О чем еще мы успели поговорить с Сергеем Сибиряковым, вы можете узнать из полного интервью с ним на нашем сайте. Это все новости на сегодня. Мы будем следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube или Vimeo каналах, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Дарья, до встречи на следующей неделе.